Привет, Андрей! Привет, Аркадий! Значит, мы с тобой уже встречались и говорили о твоем опыте работы, о том, что ты знаешь, чем ты хотел бы заниматься в нашей компании. Сегодня я тебе хочу предложить задачу на программирование, чтобы оценить твой уровень вхождения в нашу команду и твои реальные навыки работы. Значит, наша команда использует TDD и парное программирование, поэтому мы также будем работать сейчас по TDD-практикам и вдвоем задним компьютерам. Я тебе предлагаю сделать задание в так называемом CyberDojo. Это небольшое, вполне практически тривиальное задание на программирование, но мы попробуем сделать его на максимальном уровне качества, фактически, ну как бы приближаясь к идеальному качеству кода и руководствуемся при этом TDD. То есть у нас есть и тесты, и имплементация. Итак, начнем. Хорошо, я готов. Старт-кодинг, я полагаю. Да. Замечательно. Так, значит, задача. Задача простая. Мы получаем... Наша программа получает как аргумент простое число, и она должна разложить это число на примитивные множители и вернуть массив с этими числами в вызывающей стороне. В принципе, это все. Да, задача ясна. Тогда приступим. Быстренько все переименую, чтобы не работать с непонятно названными классами. Назову это Factorize и FactorizeTest. А почему ты это делаешь? Чтобы было приятнее работать и в соответствии с Coding Convention. У этого Coding Convention есть какое-то название или... Java Coding Convention. Я просто хочу, чтобы у меня название классов соответствовало названиям файлов и их содержанию. Понятно. Я назову свой тест CommonFactorization, и здесь мы проверим самые простые способы разложения, то есть для чисел, которые не вызывают каких-то дополнительных изысков в алгоритме. И, соответственно, мне следует переименовать классы. Untitled я переименую в Factorize, и UntitledTest я переименую в FactorizeTest. Так, теперь дело зашел скриптом. Это тоже переименование. Так, это что скрипт запускает тесты, да? Да. Так, я понимаю. Так, теперь запустим тесты и убедимся, что переименование прошло успешно. Что-что не в порядке. Замечательно. Мы получаем ошибку. Я думаю, что ReFactoring не закончен. ReFactoring не закончен. Здесь я не переименовал. Обращение к классу. Так, пробуем еще раз. Хорошо, теперь ReFactoring закончился. Технически все работает, но тест не проходит. Что мы делаем дальше? Замечательно. Дальше мы обращаем внимание на тест и видим, что он абсолютно не соответствует условию задачи. Мы явно хотим, чтобы мы сравнивали не два числа, а два массива. Пусть это будут списки. Мы создадим список интеджеров expected и положим туда число 2 и 3. Здесь можно все удалить. И наша функция будет принимать число. Это число будет 6, поскольку аргументы 2 и 3. Значит, actual у нас тоже не int, а список. Список интеджеров. И assertEquals оставляем как есть. Замечательно. Значит, answerEquals должен принимать инт на вход. Да, и возвращать он должен в список. Все ли ты здесь поменял в этом файле? Я могу добавить туда значение, чтобы тест проходил. Соответствует ли сигнатура твоего метода тому, что... Прошу прощения. Ожидает текст. Не соответствует. Замечательно. Ну и раз я уже начал, то я добавлю значение. И тест можно запустить еще раз. Так, здесь мы получаем ошибку о том, что у нас нету класса лист. И это упущение импорта. Мы заимпортим весь JavaUtil. Здесь и здесь. И запустим тест еще раз. Так, синтаксическая ошибка в тесте. Да. Что, по-твоему, здесь не так? Из-лист у нас принимает... Запускай. Посмотрим, что скажет компилятор. Наверное, набор чисел. Нет, он... Variable Array. Arrays. Arrays. Да, класс называется Arrays. Мы его переименуем. Запустим тест еще раз. Замечательно. Тесты пройдены. Тесты пройдены. Означает ли это, что ты реализовал требуемую функциональность? Нет, ни в коем случае. Это лишь означает, что тест, который я смог придумать, успешно пройден. А тест не соответствует задаче. И проверяет он очень мало. Разве тест не соответствует задаче? Тест соответствует задаче, но реализация функционала не соответствует задаче. Поэтому тестов должно быть больше. И проверять мы должны больше значений, чтобы ограничить все ситуации со всех сторон и убедиться, что они работают. То есть ты начинаешь с теста? Да, я начинаю с теста. И я, видимо, хочу сделать еще один assert. Пусть у меня будет expected 2.5 и число будет 10. Я делаю assert equals, потому что считаю, что моя программа должна справиться с поставленной задачей. Запускаю тест. Запускаю тест. Тест еще раз. Ассертion failed, потому что наш класс не справляется с поставленной задачей и это подходящее время, чтобы реализовать в нем алгоритм факторизации. Я удаляю отсюда наши магические числа и я хочу здесь видеть цикл. Расскажи мне, какой алгоритм будешь использовать для разложения? Я буду использовать самый простой вариант. Буду перебирать числа от двойки до корня из заданного числа и уменьшать наше число, пока мы не получим единицу, добавляя множители в список. Значит, я начинаю цикл с двойки. В качестве условия я использую math.sqrt.number и округляю его. Math.round. Math.round. Ты можешь расширить это окно просто, чтобы тебе не надо скроллить. Замечательно. Я расширяю окно. Так, тело цикла, форматирование. Теле цикла. Я хочу проверять, делится ли мое число на и без остатка. Проверять я это хочу в цикле, чтобы можно было добавлять в наш список с результатами повторяющиеся множители. Значит, пусть это будет while, в котором number деленный на i равен нулю. Это будет значить, что оно действительно делится без остатка. И до тех пор, пока оно делится без остатка, мы будем добавлять i в result и непосредственно делить number на i и сохранять это. Замечательно. Я думаю, что я ничего не забыл. Я запускаю тест. Так. Тест не пройден. Результат был пустым массивом. Осталось выяснить, почему. Ожидали мы 2 и 3. Мы получаем число 6 в цикле от 2 до 3, потому что корень из 6 больше 2. Мы его округляем вверх от 2 до 3. Значит, 2 итерации. Мы пробуем разделить шестерку на 2. Она делится. Мы должны добавить. Вроде бы правда, что написано в тесте. Тест тоже соответствует действительности. Видимо, я ошибся где-то в алгоритме. Хорошо. К сожалению, нам недоступна функциональность отладчика. Как мы можем быстро узнать промежущее состояние этой программы? Мы можем добавить куда-нибудь вывод. Вывод чего? Вывод, например, нашего i, чтобы знать, какие итерации действительно происходят в этом форе. То есть промежущее результаты вычисления. Да. Я так и поступлю. Я выведу i и запущу тест. Мы видим, что и не вывелось ни разу. Теперь мы хотим узнать, действительно ли mafround дает нам то, что мы хотим. Поэтому я выведу вот это число. Добавив сюда маленький комментарий, чтобы было понятно. Так, запускаю тест и смотрю, что получилось. В результате мы получаем два. Видимо, mafround округляет вниз, а не вверх, как я думал. Выходом из этой ситуации будет добавить сюда единицу. Это не испортит нашего алгоритма. Который так наименее продуктивен. Поэтому будет не страшно. И можно запустить тест, убрав наш вывод. Так, смотрим. Мы получили двойку. До тройки мы не дошли, потому что я забыл поставить знак равенства в условии цикла. Так, хорошо. А это уже проблема. Мы получаем по-прежнему двойку. Ожидаем 2,5. Это значит, что мы прошли первый тест успешно. Хорошо. Вернулись сюда. Мы смотрим тест. Значит, первый тест выполнился успешно. В чем проблема со вторым тестом? Во втором тесте, очевидным образом, 2,5. Это либо не решение, либо я выбрал неправильный алгоритм, потому что 5 больше, корни из 10. Даже с округлением вверх. Почему такое произошло? Видимо, мы хотим идти не до корня, а до половины числа. Я предлагаю исправить это условие. Заменить maf.sqrt на деление на 2. И тем самым можно избавиться от единицы. Замечательно. Выполняем тест. И первый тест опять сломался, потому что... Означает ли это, что мы ухудшили свою программу или мы открыли что-то новое для себя? Мы ее не могли ухудшить, потому что она была изначально неправильной. В ней был использован неверный алгоритм. Да, мы ее однозначно улучшили. Она приблизилась к тому виду, к которому должна была. Но у нас есть какая-то более маленькая ошибка. Я, наверное, просто хочу вывести это число и узнать, почему же оно равно. Запускаем тест. Смотрим. И видим число 3. Здорово, число 3 есть. И оно должно было работать. Почему же мы получили только 2, остается загадкой. От 2 до 3. Инкремент. Пока number делится на и без остатка. Ну, ты можешь добавить вывод пренежуточных результатов внутри цикла. Да, я видимо... Как цикла forward, так и цикла while. И тогда увидим более точную диагностику. Видимо, я так и поступлю. Я добавлю сюда вывод. И, но поскольку выводов будет много, мне придется писать к ним комментарии. Я напишу, что это значение i. Здесь я... Здесь я хочу вывести результат деления number. Или отдельный number. Я хочу вывести number. и я хочу вывести результат деления number на и остатка деления. Так, замечательно. Запускаем тест, смотрим, что получилось. Результат действительно 0. Число равно 6 при равном двойке. Это все правильно, но почему мы не попали на вторую итерацию, остается загадкой. Ну, потому что у тебя mathround от номера пополам давал нам тройку. Меньше или равно в условии. Возможно, стоит вынести эту часть сюда, но по-моему, он считает ее 1 раз. Нет. Он ее пересчитывает? Да, конечно. Понятно. Назовем ее condition. Положим сюда. Удачное ли это название? Нет, название однозначно неудачное. Я ее так назвал, чтобы быстрее записать, не забыть мысль. А теперь я подумаю над тем, как бы ее переименовать. Само по себе оно означает условие остановки. половина номера. Может быть. Ну, я не думаю, что это очень важно. Пусть она останется condition, потому что мне ничего лучшее не пришло в голову. И я запущу тест. Так, тесты пройдены. Я не удалил все сообщения отсюда. Да, могу сделать рефакторинг и убедиться, что тесты по-прежнему пройдены. Замечательно. Кажется, удалось написать программу, которая справляется с задачей в рамках двух ситуаций, которые я здесь проверяю. очевидно, что не хватает теста на числа, в которых у нас могут быть повторяющиеся примитивы. И это, наверное, следующий этап. Я хочу написать еще один тест. Назову его uncommon factorization противопоставление предыдущему, потому что он как раз таки будет тестировать более сложные ситуации. я могу прямо отсюда взять часть кода и поменять значение. Пусть здесь будет число 12, expected values, соответственно, будут 2, 2 и 3. И сделать assert equals. Да, запустим тесты и видим, что оно работает. Поскольку мне в голову не приходит более сложный вариант, я считаю, что с точки зрения функциональности наша программа закончена. Открою, пожалуйста, класс factorize. Я вижу здесь еще возможности для рефакторинга и улучшения. Что ты скажешь на это? Да, несомненно, они есть. Но например, название метода. Название метода это отличное место. Answer никоим образом не коррелирует с тем, что он делает. Мы бы хотели назвать его factorize. И вслед за ним мы бы хотели переименовать класс, потому что метод не должен дублировать название класса. Но раз мы его переименовали, мы его меняем еще и тут. меняем его в тесте. В трех местах он вызывался, в трех местах я его поменял, запускаю тесты, чтобы убедиться, что я ничего не забыл, я ничего не забыл. Вслед за ним я хочу переименовать класс в... пусть это будет factorization utility, как класс, который хранит статические методы, тем или иным образом связанными с факторизацией. или это по-прежнему плохое название, потому что он состоит из двух слов, а здесь явно можно обойтись одним. Ну, я думаю так, что, в принципе, здесь еще есть поле для улучшения, но мы уже достаточно продвинулись и, в принципе, я понимаю, как ты работаешь, какие какие у тебя мотивы и как как ты соответствуешь нам и нашей команде. Спасибо на сегодня. Хорошо. Спасибо. Спасибо.